Большинство побеждает неорганизованное большинство. Нужно думать про развитие своего бизнеса. Мы не хотим, чтобы он входил в олигархическую структуру. Странно требовать этого от бизнеса. Ключевые законы, которые должны способствовать развитию бизнеса. А потом, возможно, получится убрать олигархов и их влияние. Проблема не в олигархах. Олигарх сегодня, понятие очень размытое. Для кого-то на соседней улице олигарх человек, если у него дом хороший. Чтобы завтра не начала улица объединяться, чтобы давать отпор олигарху на улице. Просто потому, что у него дом выглядит лучше, чем у всех остальных. Пусть это регулирует государство. У нас и так слишком много неформальных объединений, которые берут на себя функции государства. Это всегда вредит патриотизм. Это делать так и работать так, чтобы граждане других стран захотели получить паспорт твоей страны. Я сторонник классического законного подхода к регулированию рынка. Если государство или антимонопольный комитет считает, что какой-то олигарх вступил в какой-то картельный сговор, то оно, безусловно, в первую очередь должно отреагировать. Ну а если не реагирует государство, то странно требовать этого от бизнеса. Бизнес не регулятор рынка. Бизнес его участник. Я не считаю, что нужно давать отпор олигархам. Олигархи – это крупный бизнес. Понятное дело, что у этого крупного бизнеса могут быть свои интересы, свои инструменты достижения этих целей, которые могут не всегда отвечать моральным ценностям. Но мне кажется, что именно от таких бесконечных войн внутри бизнеса, между олигархами, олигархами с государством, наша Украина в том числе и проигрывает постоянно. Поэтому мне кажется, что нужно думать про развитие своего бизнеса, а не объединяться против каких-то олигархических бизнесов. Олигарх – это крупный бизнесмен, который влияет на решения, принимаемые политиками. И для этого надо объединяться не бизнесу, а для этого надо выписать такие законы и выбрать такое правительство и такого президента, который не будет подпускать бизнес к власти. Но с другой стороны, это достаточно сложно, потому что как только начинаются предвыборные кампании, они требуют громадных объемов финансирования. И эти объемы финансирования кандидаты начинают искать у олигархов, и получается замкнутый круг. То есть ты вначале берешь деньги у олигархов, а потом пытаешься или должен пытаться сделать так, чтобы они на тебя не влияли. Но если ты хочешь, чтобы они на тебя не влияли, не надо брать у них деньги. Следовательно, должна быть очень прозрачная система для начала финансирования предвыборных кампаний, для того, чтобы не было в них участия крупного бизнеса. А потом, возможно, получится убрать олигархов и их влияние. У меня такая аллегория о том, что сейчас в Верховной Раде происходит как раз этот процесс. О том, что ключевые законы, которые должны способствовать развитию бизнеса, развитию страны и возможности ее финансово-экономически окрепнуть, как раз происходят в Верховной Раде. По многому, это еще и объединение бизнесмены. Вы знаете, вообще есть проблема с объединением предпринимателей, потому что предприниматель, сам по себе, это существо независимое, это существо конкурентное. Мы все предприниматели и у нас не те же потребители, независимо даже от того, каким бизнесом мы занимаемся. А во-вторых, предприниматель – это всегда человек, роль очень сильно загроженная, очень сильно занятая. Я могу сказать по себе, что у меня огромное количество энергии и сил выходит на свой бизнес. У меня практически не остается времени на какие-то общественные дела, на какие-то организации. Поэтому я сомневаюсь, что бизнес вообще способен объединяться. Есть, конечно, у нас успешные примеры объединений. Ну, самое яркое, наверное, это СУП, спирт, конкурентские предприятия. Поэтому ребята объединяются, работают как-то активнейше, государство все равно сильнее. Государство сильнее любой организации, общественной, в том числе и объединения предпринимателей. Что касается, в этот пор, олигархам, я не думаю, что есть какое-то противостояние между СУП, бизнесом и олигархами. Олигархи – это те же предприниматели, те же бизнесмены, которые пользуются государственной поддержкой. И здесь проблема не в том, что предприниматели пользуются этой поддержкой, а в том, что есть такая возможность. Если есть возможность ограничивать предпринимателей в ходе деятельности, давая преференции другим бизнесам, как раз эта система, она сдерживает развитие вообще экономики и благосостояния граждан. Поэтому проблема не в олигархах, проблема вообще в политической системе, проблема в государстве. Крым мы наблюдаем историю, когда организованное меньшинство побеждает неорганизованное большинство. И я говорю об этом о олигархах, я говорю о правилах игры и так далее. С другой стороны, мне кажется, что если она движется медленно, она движется в путь более разумный, когда политики не являются уже всем в этой стране. Вспомним, как это было до 2004 года, затем, как это было с 2010 по 2014 год, и как это было при Порошенко, и как сейчас при Зеленском. Все-таки мы получаем свободу, с получением свободы растет средний и мелкий бизнес. Поэтому тут надо еще понимать, что означает о олигархах. Большинство из них находятся в каких-то своих нишах и хорошо их защищают. А все остальные ниши свободны, они сосут деньги для государства. Это совместная работа всего общества, не только бизнеса. Свободный бизнес уже объединился. Эта организация называется СУП, спилка украинских предприемцев. И у нас были, я являюсь одним из фаундеров этой организации, у нас очень четко, когда мы ее придумывали, были ограничения, что мы не хотим, чтобы бизнес был создан в рамках приватизации, мы не хотим, чтобы ключевым бизнесом для этого компании было государство, мы не хотим, чтобы он входил в олигархическую структуру. И это объединение как раз независимых, живых, настоящих украинских бизнесов. И организация развивается, отстаивает интересы украинского бизнеса, а не европейского или американского. Поэтому все у СУПа хорошо, главное, чтобы он продолжал развиваться.